всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня у нас видеообзор на кофемолку от люми вот 150 ватт помол кофе лезвие нержавеющая сталь коробочка разных расцветок у меня белая бывает красная черная синяя синие там ближе к фиолетовому синие ближе там к темному вот так же там на английском написано на русском мощность вместимость 50 грамм принципе я думаю на этого достаточно много не надо на все вот это будет фотография в конце ролика как обычно картинки здесь нарисована красная не знаю почему так делаю кстати это постоянно видимо делают коробки все под одну не знаю почему так да цена написано покупала его в днс в интернет-магазине я покупал за 450 а в самом магазине она стоила 530 вот она цена в интернет-магазине у нас получается опять дешевле чем в самом магазине вот ну естественно китай как всегда вот я очень давно уже хотела кофемолку потому что мне нужно делать сахарную пудру она мне часто нужна в кулинарии и бегать ее делать к маме то что кофемолка у мамы мама всегда говорила когда она тебе понадобится ты ее можешь взять я решила купить вот так же на ссылочку в каком магазине я покупала я оставлю в описании и вот давайте ее посмотрим здесь сразу чек коробки больше ничего нету на резиночке вот так закреплена инструкция вот так вот у меня чек 450 рублей довольно четкий четкий все видно обязательно обязательно его оставим кидывать не будем так здесь информации вот сервисные центры все по всем городам какие есть сейчас давайте сначала посмотрим здесь вот единственно неудобно она такая вся скрученная так здесь вот тоже когда работа была проведена она ломалась и также инструкция вот и какие еще помимо наши вот это вот какие еще бывают бывает такая такая не знаю мне кажется это самое лучшее сейчас я еще покажу почему так русский у нас самый первый должен быть а ну да вот меры безопасности использование прибора что там как там модели а тут а тут дальше все уже на других языках то есть буквально две странички занимает даже можно сказать одна страница и тут немножко показывается что как вот как а какая то другая модель вообще разбирается у нас вот лу 2601 а лу 2602 она вот разбирается вот 2603 тоже уже не разбирается кто сейчас смотрит может быть даже было бы лучше купить 2602 когда разбирается мне кажется удобнее можно все прочистить вот так что у нас все это было вот так ну и вот сама кофемолка вот она держится чистенькая такая еще вся красивая вот эта вот кнопочка сначала изначально когда я смотрела я думала что это такое непонятно я думала это это не любит какая-то такая вот защелка типа знаете там соковыжималки у кого есть там вот снизу они хоп и так застегиваются там прищемляются и оно держится я думаю все это не долговечное но нет здесь у нее вот подача воздуха холодного чтобы двигатель не сгорел и также вот сейчас размотаем тут провод у разматывается есть видите вот то есть там внутри внизу тоже есть это хорошо это означает то что она не сгорит вот она вот прям на протяжении она вся в пустому периметру там видимо идет ну да здесь тоже что-то написано ну я тоже оставлю фотографию на этом также есть болтики ее можно разобрать тоже на а срок службы два года да сейчас делают такую технику что у нее срок службы к сожалению всего два года год ну это очень обидно вот здесь такая вот крышечка сверху вот смотрела другие ролики говорят то что ее тут она всегда забивается ее нам нужно промывать мыть но вот ходит до сюда вставляется сюда здесь кнопочка ножи не знаю честно для меня нож это когда очень острый не знаю надеюсь что будет все хорошо у нас нержавеющая сталь здесь ничего лишнего нету конечно вот эти вот болтики они тут открыты и в принципе могли бы как-то не знаю спрятать их что ли там будет конечно всякая грязь забиваться там будет все грязное вот такой довольно длинный шнур там наверно наверно целый метр ну и давайте с вами попробуем переместить кофейные зерна у меня такие кофейные зерна купила я сразу 50 грамм потому что в пачечках я что-то не нашла если ты уже смотрю какие-то они разные вот все таки у нас кофемолка же да давайте их туда засыпем сюда вот она у нас все покрылась тут а закрываем крышечкой крышка закрывается немножечко крышка ерзает в одном обзоре я смотрела что у мужчины там скотчем ее обмотал вот именно вот в этих вот местах она у него перестала ерзать ну не знаю посмотрим может быть помотаем может нет втыкаем в розетку и будем с вами взбивать сейчас немножечко лампу беру вот вам надеюсь видно будет сейчас чуть-чуть вот теперь вам видно и сейчас мы с вами будем нажимать кнопочку и взбивать ой так громко и видите она в принципе разная совсем запах сразу пошел она какая-то шелуха там уже образовывается какая-то хотя блин знаете честно говоря я даже не знаю не сбивала сама еще ни разу кофейные зерна так они должны выглядеть или нет а сейчас там напоминает какой-то мусор ну попробуем еще да, сбиваются не знаю может быть еще зерна я покупала зерна самые дешевые чтобы вот чисто для обзора давайте еще вот кстати так же там написано не более 30 секунд чтобы она отдыхала зерна пока все не тепленькая посмотрите в принципе ничего нигде не залетает а немножко вот тут вот у меня какой-то мусор а так в принципе все хорошо давайте перевернем и тадам вот так у нас выглядит так ой ароматный вообще прям бесподобный ну немножечко есть комочечки такие где-то знаете крупный где-то мелкий наверное надо еще перемалывать здесь вот вообще прям очень мелкий да вот тут прям как это как это не сахарная пудра ну да в принципе как сахарная пудра вот тут прям внизу можно даже еще перемолоть все в кофе давайте еще помолим вот тут уже пошел кстати немножко запах двигателя немножко он уже горячий я думаю наверное хватит зачем я его перевернула и включила посмотрела также обзор и поняла что так удобнее то что не выгребаешь и сам его переворачиваешь и выгребаешь давайте сейчас так же я сделаю вот все сюда и вот так вот вот и сейчас мы ложечкой все это оттуда вытащим а и а а вот в принципе как то так немножечко все равно остается можно аккуратненько налить туда например водички или маленькой тяпочкой аккуратненько все это протереть но в принципе если вы перемалывается постоянно только кофе в принципе необязательно ее прям чистить прям вычищать можно кисточкой даже или там силиконовой кисточкой просто тут вот чуть-чуть вот между болтиком вот как раз вот болтик так вот так теперь я хочу вот это вот нашу кофейную массу которую взбили вернее и измельчили я хочу ее взвесить весит ли она на данный момент уже измельченная также 50 грамм давайте ее взвесим включаем вот нажали мы кнопочку тары взвесили нашу чашечку и теперь будем туда засыпать наши перемолотые зернышки зернышки главное не просыпать ну и ну и ну и ну и В принципе они, ну да, вот где-то есть как раз 49-50 грамм. В принципе они и до этого также вот весили, мне чуточку не доложили зерен, такие вот у нас магазины в России, что не хотят просто докладывать. Самое интересное то, что на рынках, когда покупаешь и приходишь домой взвешиваешь, допустим покупаешь килограмм и приходишь домой взвешиваешь, что у тебя оказывается не просто один килограмм, а еще допустим 19 грамм добавок. Вот это очень приятно и конечно в следующий раз идешь именно в этот магазин и там покупаешь снова снова снова. Где-то показывает 50 грамм. То есть в принципе точно также весит. Ну тут конечно у меня теперь мусорно немножко, все в зернышках перемолотых. Вот они перемолотые. Крупный такой помол получился у меня наверное. Ну я еще не умею наверное немножко и боюсь его сжечь. Поэтому так. Может быть еще от зерен зависит. Хотя на ощупь, на ощупь хотя оно нормально кстати, не кажется крупным. Пахнет прям кофем, кофем. Завтра я его попью. Все промолено, все хорошо. Ну видимо то, что сам кофе был самым дешевым. Здесь вот виднеются какие-то как песок разный. Вот. Это мы с вами кофе перемололи. Сейчас я его немножечко почищу, свою кофемолочку. И мы с вами будем превращать сахар в сахарную пудру. Вот. Сейчас немножко я тут приберусь. Так. Ну все. Вот я тут почистила уже немножко. Хотела я ее сначала помыть. Но потом вспомнила, раз мы будем сахар сейчас молоть. Тут он сейчас прилипнет. Ну вот и там более-менее почистила. Подула туда немножко. Вот. Она немножко вычистилась. Ну опять же скажу снова. Те, кто постоянно что-то одно и то же будет перемалывать, то ничего страшного. То, что там кофейная гуща останется. Или кто-то специи. Вот на рынках я смотрю, они специи перемалывают. Я сомневаюсь, что они будут их в кофемолку потом просто вычищать. Там что-то сидеть чистить. Вот. Ну в любом случае надо завести какую-то специальную для нее кисточку. Чтобы вот тут по углам тоже. Ну здесь помыть ее в принципе можно. Ладно. А вот именно здесь вот тут делают болтики. Вот. Чтобы вот тут все по углам ее вычищать. Вот. Она немножечко горяченькая еще осталась. Но я знаю, что если она включена в розетку, то в принципе она может нагреваться немножечко. Оставаться нагретой. В принципе как блендер. У меня тоже так же. Так. Ну. Вот наш сахар. Здесь я взвесила. Тоже 50 грамм. Выглядеть это довольно мало. Что меня прям очень удивило. Кофейных гусь. Кофейных гусь. Кофейных зер. Было довольно много. Вы помните. Вот. Ну и давайте приступим. Высыпаем их. Туда. Так. Наша пробочка. Ну да. Она засоряется. Туда попадает. Скорее всего грязь. Вот она в принципе здесь вот надо вычищать. Надо завести, да, кисточку специальную. Щетину какую-нибудь. Так. Немножечко будет у нас сахарная пудра с кофе. Так. И начинаем. Немножко появляется запах. Поэтому я останавливаюсь. Чтобы его не спалить. Может быть это запах кстати. Когда первый раз что-то делаешь. Включаешь. Первый раз появляется запах. Но запах этот не похож на сгорание двигателя. Так то мы с вами немножечко совсем. Но он горячий, да. Немножко неплотно она скрывается. Ну я думаю сахар долго не надо молоть. Давайте его переворачивать будем. Ставим. И открываем. Вот. Теперь у нас все здесь беленькое. А беленькое лучше смотрится с беленьким. Вот. Его мы отключим. Он весь горячий. Особенно с этой стороны. Вот здесь тоже. Вот. Наша пудра. Получившаяся. Вместе с кофе. Оно прям как мука. Все. Ею можно делать пироженки. Ею посыпать можно. Вот. Взвешивать ее. Давайте взвесим. Сколько ее получилось. Мне даже интересно. Потому что в магазинах. Вот я видела ее продают. Там за 100 грамм сахарной пудры. Чуть ли не 60 рублей. После этого именно я решила. Думаю надо кофемолку покупать. Так. Включаем. А сейчас мы ее. Включаем ее. Ставим нашу чашу. И нажимаем кнопку тары. Тара. Так. Вот. Она обнулилась. И теперь мы с вами высыпаем нашу сахарную пудру. И получилось у нас 47. А. Но еще потому что здесь осталось чуть-чуть. Ее надо. Какой-то. А где у нас ложечка. А вот здесь. Здесь ложечка. Берем. Ну вот. Вот они в принципе 50 грамм. А почему-то мне казалось то что. Если сахар. То есть сахар он может вести 50 грамм. Например. А сахарная пудра. Мне казалось что она будет вместе. Такая воздушная. Вместе с воздухом. И она будет весить либо больше либо меньше. Вот как-то так мне почему-то казалось. Ну скорее всего больше может быть. А потом в процессе там. Пока она ей там растрясет ее все. Она будет весить меньше. Мне почему-то казалось всегда так. Вот. И вот смотрите у нас получилось. Ровно 50 грамм. Нашей. Сахарной пудры. И конечно в магазине продают там 100 грамм. Сахарной пудры. За 60 рублей. Когда пачка сахара стоит. То есть килограмм там или 900 грамм. Стоит 60 рублей. Конечно проще купить. Кофемолку. И все. Вот она очень нежная. Такая. Можно на нее дунуть. И она взлетит. Так. Ну вот смотрите что у нас получилось. Мы с вами перемололи кофе. Перемололи сахар. В принципе я еще буду молоть. Скорее всего это будет во влогах. Вы сможете увидеть. Вот. Я знаю то что там некоторые молют каши. Даже там. Гречневые. Рисовые. Вот они. Тоже я думаю должны молоться. Не только специи. Напишите. Напишите что молите кофемолке вы. Интересно может быть что то необычное. С чем она плохо справляется. Мне было бы это интересно. Интересно тоже попробовать. А также конечно можно перемолоть. какую нибудь. Какую нибудь. Действительно там гречневую кашу. Или рисовую. Там сколько то намолоть. Да. Взять с собой. Куда нибудь. В путешествие. На поезде. Там вот кто ездит. Ее просто залить наверняка кипятком. И она будет готова. Ну. Я думаю так. И обязательно мы тоже этот момент попробуем. Также. Наверное это будет во влогах. Не знаю. Посмотрим. Потому что она видите греется. Ждать долго. Тоже пока она остынет я не могу. Этот ролик просто может затянуться. На очень очень долго. И напишите просто тогда в комментариях. Интересно вам или нет. Это может быть вам это не интересно. Вот. И также я ссылку оставлю где я покупала в описании. Постараюсь найти ее сайт производителя. Тоже все оставлю в описании. И спасибо всем за просмотр. С вами был канал Artvania. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите обязательно комментарии. Вот. Смотрите мои другие ролики. Другие обзоры. И всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok